Актрису Татьяну Самойлову влюблялись с первого взгляда самые известные и влиятельные мужчины мира. Испанский художник Павло Пикассо рисовал ее портрет и называл русской богиней. А президент Франции Шарль де Голь лично приезжал в аэропорт встречать самолет с советской кинозвездой. Я так смотрю в иллюминатор, да, я говорю, Тань, слушай, по-моему, это де Голь стоит. Она покорила мужчин с первой же встречи. Артистов, журналистов, военных, государственных деятелей. Завица экрана. Блестящий, совершенно неожиданно необычный человек. Красивая женщина с загадкой. Но почему кинозвезда так скоро разочаровывалась в каждом из своих избранников? Женщина, которая утратила способность любить. Замойлова сменила трех официальных мужей и одного гражданского в поисках мужчины мечты. Говорила то, что самая большая любовь про каждого из своих мужей по переменке. И, похоже, сама запуталась в том, с кем была счастлива. Я и так все время чего-то жду, жду. Хватит. А журавлики и кораблики летят под небесами. И серые, и белые, и злиными носами. В 1958 году Татьяна Самойлова стала настоящей сенсацией Каннского кинофестиваля. Восхищенный президент Франции Шарль де Голь целовал ей руки, присылал букеты. Галантный француз распорядился посадить у правительственной резиденции апельсиновое дерево. Его плоды по приказу главы государства ежегодно отправляли артистки в Москву. А во время повторного визита Татьяны Самойловой в Париж президент лично приехал за ней в аэропорт. Мы приземлились в Орли, смотрю в иллюминатор, да, я говорю, Таня, слушай, по-моему, это де Голь стоит. Его нельзя было не узнать, да, высоченный совершенно. И когда переводчик говорит, что он просит фотографию и автограф, он поворачивается спиной, и Таня у него на спине, на рубашке, дает автограф. В списках ее поклонников значились лидеры мировых держав. Но кинозвезда неизменно оставалась холодна. Когда президент Индонезии Сукарна Игрива предложил Татьяне угадать, сколько ему лет, актриса отрезала. Меня это совершенно не интересует. Однажды Самойлова надерзила даже самому Леониду Брежневу. Глава государства сделал актрисе замечание. Вам, Татьяна, нужно бросить курить. Мужчина никогда не должен учить женщину, что ей нужно делать. Немедленно парировала Самойлова. Вот это ее слава невероятная, просто невероятная слава. Это был момент, так скажем, ну давайте назовем момент истины. Характер там был, конечно, очень непростой. Самойлова всегда ощущала себя суперзвездой. И к этой роли Татьяна готовилась с самого детства. Ходила в театр на все спектакли отца знаменитого артиста Евгения Самойлова. Смотрела фильмы с его участием и была уверена, ее тоже ждет огромная зрительская любовь. И обязательно крепкий брак, такой, как у родителей. Но личная жизнь актрисы не ладилась. Три официальных мужа, множество любовников, но до сих пор говорят, что всю жизнь она обожала только одного мужчину. Своего первого супруга, Василия Лунового. Почему я не имею права просто ходить по земле, любить, дышать, сидеть в кино? Они познакомились в Щукинском училище в 1953 году. Луновой был совсем юным, 19-летним. Ему навстречу шла девочка с удивительными, миндалевидными, как у белочки, глазами. Ты чья такая? Мамина и папина, ответила девочка. С тех пор они не расставались. Их называли самой красивой парой на курсе. Василий Луновом вздыхали все студентки театрального училища, а он смотрел только на Таню. Я всегда скучаю на вечерах. Он был уже известным артистом после главной роли в фильме «Аттестат зрелости». Завидным женихом, но родители Татьяны неожиданно заявили Василию. Не такого мужа они желают для своей дочери. Красавец киноактер, но без денег и квартиры, из простой рабочекрестьянской семьи, не пара их Танечки. Сначала пусть заработает, отрезала ее мать. Мама Татьяны Зинаиды Ильинична была очень амбициозным человеком. Вероятно, она сама когда-то хотела стать актрисой или балериной. И Татьяна должна была быть лучшей. И рядом с ней должны были быть лучшие. Таня и Василий продолжали встречаться наперекор воле родителей. И однажды Лановой все же доказал, что достоин руки их дочери. Когда в 1955 году ему предложили роль культового героя советской молодежи, революционера Павки Корчагина, Лановой понял. Его звездный час настал. Сразу же отправился к Самойловым делать официальное предложение. Встал в гостиной, как шутил у Татьяна в позе льва, рассказал о карьерных перспективах. Я же хороший актер, я вам нравлюсь, в лоб спросил Лановой Евгения Самойлова. Отец невесты оценил мизансцену. Прекрасный Вася, прекрасный. И дал добро на свадьбу. Вася вообще был красавец. Она была очень влюблена в Васю. Она переживала, конечно, очень. Какие-то, так сказать, негативные моменты в их отношениях. Свадьба была скромной. Жених с невестой расписались в ЗАГСе, а потом отправились в универмаг покупать друг другу свадебные подарки. Хохоча Татьяна презентовала мужу трусы, а он купил ей пижамную майку. Необыкновенной красоты пара. И все, конечно, с одной стороны завидовали, с другой стороны радовались, что вот такая красивая пара. Жить пришлось вместе с родителями Татьяны. И это стало роковой ошибкой. Властная мать Самойловой руководила своим мужем, всем домом и жизнью молодоженов. Вот это так и бывает, когда мама все умеет, а дочка не умеет ничего. Все сидели за столом, мама была хозяйкой. Таня была уже очень взрослой, но мама была хозяйкой. Романтичную Татьяну совсем не интересовал быт. Изредка она готовила манную кашу. Василий вздыхал и вспоминал мамины вареники с вишней. Все это под ехидные комментарии тещи. Неудивительно, что Лановой предпочитал пореже появляться дома. Он безумно много работал. И жить с ним было тяжело. Его никогда не было дома. Вася сразу стал знаменитым. На нервной почве у Самойловой обострилась детская болезнь. У нее были слабые легкие, и медики заподозрили туберкулез. К тому же Таня узнала, что беременна. А через некоторое время ее пригласили на главную роль в драме «Летят журавли». Татьяна долго плакала, обдумывая, как быть. Один раз мне Татьяна Евгеньевна сказала, что я бы не смогла несколько лет сниматься в кино, как минимум, и пропустила бы самые молодые годы. И что так и было. Рожай, занимайся домом, предложил муж. Зачем тебе все это? У тебя семья ненастоящая, съязвила мама. И тогда Самойлова приняла решение, которое до конца жизни называла страшным. Прервала беременность. Врач потом показала мне моих детей. Это были мальчики-близнецы. Зачем она это сделала, я не знаю. Наверное, чтобы я поняла свою ошибку в полной мере. И я поняла. Рыдала взахлеб несколько часов. Но ничего уже было не исправить. Ты чей? Мамкин. Откуда? Из Ворошилграда. От депрессии ее спасла работа. Татьяна снималась в долгожданной главной роли. Тогда она еще не знала, что образ Вероники сделает ее звездой мирового масштаба. Победила. Победила. Женщина, которая утратила из-за огромной разрушительной силы, которую приносит война, утратила способность любить. Этой девочке нужно было справляться одной, своими силами, своим мужеством, своим героизмом. В этом интервью Самойлова словно говорила о себе. Когда фильм вышел на экран, Даня лежала в больнице после тяжелой операции на легком. Василий прибегал к ней между съемками, приносил клубнику, но она все равно чувствовала себя одинокой. Однажды Татьяна с рыданиями предложила. Я больше ничего не хочу. Давай разводиться. Лановой взял на раздумья несколько дней и согласился на расторжение брака. Журавлики, кораблики летят под небесами, и серые, и белые, и с длинными носами. Роль Вероники в фильме «Летят журавли» стала для Татьяны Самойловой по-настоящему звездной. Правда, Никита Хрущев, увидев картину, в сердцах произнес «Шлюха». Этого актриса долго не могла ему простить. Зато после показа в Каннах на 23-летнюю Татьяну Самойлову обрушилась мировая слава. Во Франции Татьяну представили Пабло Пикассо. Восхищенный художник без конца повторял, что влюбился в ее удивительные глаза. Обещал даже подарить портрет. Несколько вечеров рисовал Татьяну, но в итоге оставил картину себе. Она была красавицей. Начнем с этого. Она была красавицей, она была яркая, она была необычайно манкая. Но героини-то были другие. Была молодая Нонна Мартюкова, Макарова. Была молодая Лакуневская, Любовь Орлова. Это были другие героини. Они цельные, прямые, понебратски общающиеся с мужчинами. И эта хрупкая абсолютно, как бы сказать, с подвижной такой невероятной психикой, существо, от которого нельзя оторвать глаз. Мужчины сходили по ней с ума, но Самойлову мало трогало внимание поклонников. Она переживала тяжелое расставание с мужчиной, которого потом называла любовью всей жизни. С Василием Лановым. Ты тяготишься мной. Я камень на твоей шее. Самая красивая пара Советского Союза распалась в 1958 году. Но еще долго коллеги обсуждали, что чувства между Татьяной и Василием не остыли. Через 10 лет после развода экс-супруги снялись в главных ролях в фильме «Анна Каренина». Когда Лановой узнал, кто будет его партнершей, он наотрез отказался от этой работы. Но после долгих уговоров режиссера фильма Александра Зархи передумал. «Анна Каренина гениально умела любить, а Вронский любовником был рядовым, красивым, но прохладным. Пережитое мной и Татьяной в реальности придавало этой ситуации пикантности». Скоро-скоро все развяжется. Не перебивай меня. Я умру. Она рассказывала, что это были самые счастливые годы. Это было действительно самой большой ее любовью, как она говорила. И что это была ее судьба. И она убеждена, что и он ее любил потом все годы. Несмотря на то, что он потом дважды был жил. «Ты для меня дороже всего. Я хочу быть всегда с тобою». Самойлова даже решилась на неслыханную по тем временам авантюру. Сыграла с бывшим мужем в эротической сцене. По задумке режиссера, обнаженная Каренина встречается с Вронским в спальне. Самойлова сниматься согласилась. Но попросила, чтобы на съемочной площадке, кроме нее, Ланового, режиссера и оператора, больше не было ни одной живой души. Съемки советской эротики шли непросто. Как только актриса скинула пеньюар и шагнула в объятия экс-супруга, раздался грохот. Из-под крыши студийного павильона к ним свалилась какая-то женщина. Оказалось, уборщица протирала осветительные приборы, но засмотрелась на происходящее внизу и не удержалась на лесенке. «Не готов наш народ к обнаженке», резюмировал режиссер фильма Александр Зархи. Ни одного слова вашего, ни одного движения я не забуду никогда. Нет, нет, довольна, довольна. В 1967 году Анна Каренина стала лидером советского кинопроката, а Самойлова вновь попала в больницу с нервным срывом. Танечка не всегда была очень здоровым человеком. Это надо понимать, надо ей просто пожалеть. Во время съемок финальной сцены на вокзале оператор всерьез опасался, что актриса действительно бросится под поезд. Настолько неустойчива была ее психика. Там съемочная группа просто остолбенела, так сказать. Просто. После этой сцены там мы просто очень долго не могли ее успокоить. По глазам я видел, что она не в очень хорошем состоянии. Но, слава богу, картину сделали, картину закончили. Мало кто из поклонников знал, что любимая актриса страдает нервным заболеванием. Татьяна Самойлова не раз становилась пациенткой психиатрических клиник. Близкие актрисы считают, что развитие болезни спровоцировали и ее непростые роли. Если дозировано принимать работу, то, наверное, можно распределить силы. Если все обрушивается за 4 года, как Натаню с 57 по 61, все 5 ролей, это тяжело. Это главные роли, это колоссальная ответственность, постоянная занятость, репетиции, съемки, пробы, разъезды. У меня больное сердце. Вы же знаете. Первый срыв у Татьяны случился в 1961 году. В тот день брата Самойловой бырнули ножом в уличной драке. Алексея срочно госпитализировали в тяжелом состоянии, а родственников вызвали в больницу. От переживаний Татьяна впала в состояние оцепенения. Несколько часов она молча просидела в углу комнаты, глядя в одну точку. Испуганные родители вызвали психиатрическую бригаду. Потом подобные приступы стали случаться все чаще. Это тяжелые приступы депрессии, клинические. Это пребывание по 2-3 месяца в больнице. Это препараты. Это чуткое руководство родителей. И человек, который находится в таком состоянии под препаратами, немножко все по-другому видит и чувствует. К сожалению. В 60-х врачи еще не имели достаточно знаний, чтобы лечить нервные срывы и депрессии. Дважды в год, а то и чаще, Татьяна попадала в одно отделение с буйными пациентами. Ей кололи препараты, которые еще больше разрушали ее личность. Условия жизни больных ужасные до сих пор. Есть клиники, где люди живут коммуной. Их закрывают на ключи, решетки на окнах. Ну зачем? Я думаю, что это наоборот ожесточает человека. После такого лечения Татьяне становилось только хуже. Она замыкалась в себе, избегала внимания поклонников. Самойлова перестала пользоваться общественным транспортом и ездила только на такси. Родные отчаялись, но Татьяну спасла работа. Ей предложили главную роль в фильме. Сценарий специально для нее написал молодой, но уже знаменитый писатель. Это стало его признанием в любви. Осипов пришел к Самойлову в гримерку после очередного спектакля в театре киноактера. Представился, протянул букет роз и сказал коротко. После картины «Летят журавли», я схожу по вам с ума. Как красиво он за мной ухаживал. Он буквально бомбил меня телеграммами, присылал их одну за другой. Я дарю тебе Сибирь, я дарю тебе Подснежник, я тебя обожаю, я тебя люблю. Он умел ухаживать и был богат. Я была счастлива в любви. Но это счастье длилось недолго. И Татьяна сама его разрушила. Специально для Самойловой Осипов договорился о съемках в Венгрии. В фильме «Альба Регия» Татьяна играла роль советской разведчицы. Вы чем-нибудь взволнованы? Нет. Дышите. Сценарист и подумать не мог, что тем самым поставит под угрозу свою семейную жизнь. В Венгрию супруги поехали вместе. Съемки картины затянулись на два года. Татьяна учила венгерский. Говорила, чтобы лучше понять роль. Осипов радовался вместе с женой, пока она не объявила ему о своих планах на ближайшее будущее. Развестись. Выйти замуж за партнера по фильму Миклоша Габара и переехать из Москвы в Будапешт. Не будьте сентиментальны. Я люблю вас. Звезда венгерского кино Миклош Габар был для Татьяны Самойловой пропуском в мир, о котором она так давно грезила. Актриса верила, что наконец-то получит возможность работать с западными режиссерами. Ей было 26, ему было за 40. Он мне сделал предложение. Импосантный мужчина, Венгрия, за границей. Тогда попасть за границу считалось большой удачей. Габар предложил Самойловой переехать в Венгрию и выйти за него замуж. Татьяна согласилась. Но для начала нужно было уладить в Москве формальности с документами. Финал был предсказуем. Актрису просто не выпустили за рубеж. Вы – национальное достояние. Улыбаясь, объяснил ей чиновник, который оформлял выездные визы. Вы должны оставаться в Советском Союзе. После этого кинозвезду снова госпитализировали с нервным срывом. Из депрессии ее вытаскивал отверженный Валерий Иосипов. Он простил неверную жену. Ты – моя единственная настоящая любовь. Рыдала Самойлова. Валерий был человек, который мог отдать последнее другому. Это всегда подкупает. Это человек, который всегда приходил на помощь. Благодарная Татьяна пыталась создать с Осиповым настоящую семью. Хотела родить ему детей, но тщетно. Врачи объявили – у них несовпадение по группе крови, зачатие и рождение ребенка невозможно. Врачи говорили, что здорового ребенка у вас не будет. В конце концов, мы развелись. Что за семья без детей? Красота советской актрисы Татьяны Самойловой впечатляла даже голливудских див. Поговаривали, что Софи Лорен после встречи с Татьяной решилась на очередную пластическую операцию и сделала глаза, как у Самойловой. Татьяну не раз приглашали в Голливуд. Она и сама мечтала сниматься у западных режиссеров. Ей даже предложили роль Анны Карениной в паре с суперзвездой мирового кинематографа Жераром Филиппом. Голливуд сразу вцепился, забрасывал в наш комитет по делам кинематографии телеграммами, что пришлите нам Самойлову, мы будем снимать ее в роли Анны Карениной. Но она же сказала, что чего захотели. Мы сами с усами. Но на родине за три года Самойлова снялась всего в одном фильме. Они и шли на восток. Это была совместная работа с итальянцами. И Татьяна надеялась, что наконец-то сможет вырваться из страны. Но весь съемочный процесс прошел на Украине. Я совсем еще не жила. Все было ошибкой. От отсутствия работы Татьяна впадала в депрессии. Ведь ей едва исполнилось 30. Она молода и талантлива, но советские режиссеры опасались предлагать роли неуравновешенной артистки. Депрессия наступает, когда пустота. Когда ты не знаешь, куда себя деть. Актер, который всю жизнь работал в кинематографе, он, естественно, хочет там же и работать. Любая депрессия грозила очередной госпитализацией в психиатрическую клинику. Татьяне срочно нужно было отвлечься от мрачных мыслей. В 1964 году Самойлова уехала в Ленинград на всесоюзный кинофестиваль. А через несколько дней до родителей актрисы в Москву дошли слухи. Их дочь собралась замуж за кого-то из режиссеров. Мать и отец решили, что, скорее всего, это Михаил Колотозов. Он много общался с Татьяной. Тогда родители отправили артистке ободрительную телеграмму. Танечка, не важно, что он значительно старше, зато хороший человек. Получив родительское послание, Самойлова посмеялась. Ее новым избранником стал вовсе не мэтр советского кинематографа, а никому неизвестный дебютант, с которым она только что познакомилась. Студент Всесоюзного института кинематографии Соломон Шульман влюбился в Татьяну Самойлову задолго до их встречи в реальной жизни. На фильм «Леон Горос ищет друга» его пригласил приятель. Еще вопрос, который ты так не любишь. Любишь ли ты меня? У него такая была манера делать какие-то заявления. Потом заявил своему приятелю, что вот это его будущая жена на экране. В реальности Соломон встретился с Татьяной через несколько лет, когда первую режиссерскую работу Шульмана направили на Всесоюзный кинофестиваль. После долгой дороги уставший режиссер пытался заснуть в гримерке, как вдруг услышал недовольный женский голос. «Да тише вы все! Не видите? Человек спит!» Соломон открыл глаза и увидел молодую женщину, которая показалась ему странно знакомой. «Не ломайте голову!» – засмеялась она. «Я Татьяна Самойлова!» Знаменитая Татьяна Самойлова, от игры которой плакали звезды кино. Так как же после этого не верить предчувствиям? Отношения развивались стремительно. Она сама пригласила его в ресторан. Шульман замялся. Средств на кутежи у него не было. «Все в порядке!» – заметила его смущение кинозвезда. «Я вас пригласила, я заплачу». Но это свидание Соломон проспал. Вскочив с кровати и взглянув на часы, с ужасом понял – полночь! Встреча была назначена на 10 вечера. Он все же спустился в гостиничный ресторан и увидел актрису. Два часа кинодива прождала своего кавалера, сидя за столиком. «Ой-ой-ой! Еще один смелый мужчина?» И даже его за это не поругала. Вот что-то ее зацепило, какая-то, знаете, может быть, такая поздняя любовь, влюбчивость. Было такое ощущение, что не он за ней ухаживал, а она за ним. Самойлова и Шульман так и не поженились, хотя прожили вместе три года. Они кочевали по съемным квартирам, обедали и ужинали в кафе. К домашним делам кинодива была равнодушна. У нее не было времени на быт. Но она могла сварить кофе себе, какую-то яичницу. Но равнодушной была Татьяна и к собственной внешности. Это тоже было одним из проявлений ее душевной болезни. Мало кто знал, что наряды для кинофестивалей ей всем миром собирали коллеги. Платье одалживала Галина Волчек, туфли Зинаида Кириенко. У Татьяны не было даже простеньких бус. В повседневной жизни звезда носила невзрачный советский ширпотреб, который покупала для нее мама. Сколько я ее помню, по-моему, так она и проходила в клетчатой юбке, в каком-то цветорочке. Было приглашение на Пикассо, на праздник, да? И нам написали в этот, в дом моды. Потому что нельзя было выпускать актрису в таком наряде, в таком одеянии. И там нам под расписку выдали платье, выдали еще что-то, выдали туфли. Все выдали. Не о такой семейной жизни с кинозвездой мечтал режиссер Соломон Шульман. Вскоре он потерял к супруге интерес и с головой ушел в работу над новой книгой. Тогда актриса решила съехать к родителям. Как она сказала, на время. А через несколько месяцев Соломон с удивлением узнал, его гражданская жена вышла замуж. Куда же? Я ухожу. Эдуард Машкович, как и миллионы людей по всему миру, влюбился в Татьяну заочно. В тот день он и решил сходить в кино. На входе в кинотеатр висел огромный плакат портрет Татьяны Самойловой в роли советской разведчицы из фильма «Альба Регия». Красота актрисы так поразила юношу, что он сфотографировался на фоне афиши и отправил фото родителям. Альба Регия. Я Альба Регия. Я жива. Лично они познакомились через пару лет в театре киноактера, куда Эдуард устроился администратором. Артистка сразу обратила внимание на новенького, несмотря на разницу в возрасте. Татьяне было уже за 30, а Эдуарду еще не исполнилось 25. Про него она рассказывала, что она была однажды в ресторане Дома кино, и зашел какой-то невероятный красавец с огромной копной черных волос, с огромными глазами, моложе не елой. Она говорит, я была просто потрясена, какой он яркий и красивый. Как-то Эдуард обмолвился, что хочет семью и много детей. Татьяна поняла, такого парня упускать нельзя. Она страстно хотела стать матерью. Он был у меня, и он мне очень понравился. В тот день Эдуард пригласил актрису отметить Татьянин день. Весь ресторан сразу переполошился, пошли какие-то бутылки с шампанским, с коньяком, с вином. Она мне говорит, ты знаешь что, поехали-ка ко мне. Возьмем сейчас с тобой водочки, коньячку, и вот мы поехали. И приехали. Родился Митя. После рождения ребенка, жена заявила, что нужно переехать жить к ее родителям. Татьяна боялась, что не справится с младенцем. Но опека бабушки оказалась чрезмерной. Она буквально отобрала сына у молодой матери. Это рушило судьбу Татьяны, потому что, в общем-то, она не смела даже высказать свое мнение. Даже, знаете, не то, что не смела. А скорее, она привыкла жить в этом отношении умом мамы. Мама лучше знает, мама лучше понимает. А без мамы она действительно не могла обойтись. Мать Самойловой, Зинаида Ильинична, опасалась, что в период обострения психического заболевания Татьяна может навредить ребенку. Актриса бунтовала, ругалась, била посуду, но в итоге поступала так, как требовала ее мать. Муж Татьяны Эдуард долго не понимал, что происходит, пока после очередного скандала в дом не приехала бригада врачей. Так Машкович узнал, что жена вот уже несколько лет состоит под наблюдением психиатра, а роды спровоцировали обострение душевной болезни. Никто не знает, что в этот момент может сделать человек. Это и сунициид может быть, это может быть и прыжок из окна, это может быть... Все, что угодно это может быть. Вот в этом был весь ужас. Эдуард пробовал стать для жены настоящей нянькой. Пристально следил за ее состоянием, организовывал рабочий график, давал таблетки, навещал в клинике, куда она периодически ложилась для прохождения очередного курса лечения. Он ее безумно любил. Все в доме, он делал все. А как ее одеть, как ее обуть, как ее отвезти, как ее привезти, как она выступит, чтобы она не уставала. Он дышал на нее, а мама вдолбила ей в голову, что он наживается там и прочее, прочее. Через несколько лет у Машковича наступило эмоциональное выгорание. Он стал чаще уезжать на гастроли с актерскими группами. Находиться дома было невыносимо. В одну из таких поездок познакомился с симпатичной танцовщицей и решил уйти из семьи. Татьяна отреагировала спокойно, но обиделись тесть и теща. Сначала они потребовали, чтобы Машковича уволили из театра. Потом дед мальчика Евгений Самойлов заявил, что усыновит Митю и даст ему свою фамилию. В середине 70-х Татьяна Самойлова снялась в детективе бриллианты для диктатуры пролетариата. Публика благосклонно приняла фильм о приключениях советского разведчика Исаева Штирлица. Но после этой небольшой роли актрису не снимали ровно четверть века. До начала нулевых. Сама актриса говорила, что не было достойных предложений от режиссеров. А на самом деле она просто была не в состоянии работать. Ее и без того слабое психическое здоровье заметно расшатали очередной развод с уже третьим мужем и разлука с сыном, которого актриса безумно любила. К концу 90-х душевное нездоровье Татьяны Самойловой уже было невозможно скрывать от окружающих. Я просто приходил и видел, что Таня плохо себя чувствует. Ты консультировался с врачами, которые ее знают. И они говорили, Алексей, надо полежать. Все. Иначе это может быть чревато последствиями. Ее окончательно подкосил отъезд любимого сына в США. Дмитрий Самойлов познакомился с американкой, женился и перебрался на постоянное место жительства за океан. Звонил он матери редко, еще реже приезжал. Она говорила, он, наверное, мне отвечает тем, что я ему дала в молодости. Мне некогда было ему сказать, сыночек, иди сюда. Его воспитала бабушка, моя мама. И он не привык, что кроме бабушки у него есть я. Видите, она даже не говорила слово мама, что у него есть я. Она никогда ни в чем не винила Митю. Татьяна понимала, что сама не смогла дать сыну материнской ласки. Когда ребенку исполнилось 7 лет, его отдали в элитную школу-интернат. Самойлова ежемесячно платила за его обучение, но навещала Митю нечасто. Работы было много, и как-то не лазились отношения в семье. Он был вынужден быть воспитанным в интернате до определенного момента. Потом он переехал к нам с моим отцом и моей мамой и пошел в нормальную школу, потому что Таня все время работала. С собственной мамой сын общался довольно холодно, а Татьяна просто не знала, как выразить свою любовь. Каждый приезд сына в Москву был для Самойловой праздником. Но Дмитрий прилетал не чаще, чем раз в несколько лет, хотя каждый месяц посылал маме пособие. После одного из визитов сына народная артистка попала в больницу из-за передозировки психотропными препаратами. Врачи подозревали попытку самоубийства, но актриса уверяла, что просто перепутала лекарства. Люди стали определять ее как больную, немножко сумасшедшую даже. Переставали здороваться. И она не нуждалась, шла в своих мыслях, в своих, может быть, воспоминаниях. В последние годы Татьяна очень страдала от одиночества. Ее больше не снимали в кино. Близкие говорят, что актриса погружалась в себя и жила воспоминаниями о ярком прошлом. К жизни ее вернул новый поклонник. У московского архитектора Эдуарда Айгуняна много знакомых в артистической среде. Однажды один из приятелей пригласил его на премьеру в Дом кино. Навстречу по лестнице спускалась пожилая женщина в недорогом платье и домашних шлепанцах с растрепавшейся прической. Смотри, товарищ толкнул Айгуняна в бок. Татьяна Самойлова. Дрожь у меня по всему телу. Я прибежал к ней и поздоровался. Она меня погладила по голове и сказала, попросила меня снимать ее, если у меня есть работа. Я сказал, что я не режиссер, я архитектор. Если бы я был режиссером, я бы только ее снимал. Это мечта, это звезда, любовь. А ведь Татьяне уже исполнилось 70. Эдуард был на 17 лет младше, но рискнул попросить у актрисы номер телефона и позвонил через несколько дней после встречи. По телефону Татьяна призналась, что больна. Ее с юности мучили проблемы с легкими. Новый знакомый развил бурную деятельность, определил Самойлова в больницу, сделал в квартире косметический ремонт, оплатил просроченные счета за коммунальные услуги, закупил продуктов. Она меня обняла и сказала, что для меня никто этого не делал. Многие пользовались моей славой и деньгами. Самойлова совершенно не умела жить самостоятельно. После смерти родителей о ней заботился бывший муж, Эдуард Машкович. Актриса звонила ему домой, трубку брала нынешняя жена. «Ты хорошо следишь за моей мойдешей?» интересовалась Самойлова. «Испеки, пожалуйста, оладий, я бы съела с малиновым вареньем». Супруги вздыхали и отправлялись организовывать ужин для голодной артистки. Мне так кажется, она до конца своих дней так и не осознала, что уже я не ее муж. Если актрисе привозили домой продукты, она оставляла их на столе, где они портились. Ей не приходило в голову сварить себе яйцо или пожарить картошки. Она недалеко жила от Дома кино, и гильдия выдавала ветеранам, я знаю, талоны на обеды, да. И она часто забывала, путала, понимаешь, как эти обеды. При этом там где-то рядом было кафе, где она просто влезла в долги, потому что она приходила туда есть. С появлением Айгуняна близкие Самойловой могли вздохнуть спокойно. Он наладил ее быт, следил, чтобы она вовремя ела и принимала лекарства. Но здоровье актрисы становилось все хуже. Участились провалы в памяти. Несколько раз она забывала свой адрес, и тогда близкие принимались искать ее по окрестным дворам и больницам. Ей нужно было вот это вот, понимаете, ощущение публики, которое бы поднимало в ней уверенность, что она по-прежнему нужна. Она постепенно умирала не от болезни, я вас уверяю, она умирала от того, что никто не звал уже ни на съемки, никто не звал на фестивали. На 80-летие актрисы Айгунян готовил для нее праздник. В Доме кино должен был состояться юбилейный вечер. Эдуард договорился с рестораном и салоном красоты. Он хотел, чтобы Татьяна Самойлова предстала перед публикой не как одинокая пенсионерка, а как кинодива. У нее были иногда, знаете, все резервы. Она по природе своей, она королева. Однако в день запланированного триумфа сердце Татьяны Самойловой остановилось. Проститься с актрисой пришли толпы народа, но любовь зрителей была нужна ей при жизни. Татьяна Самойлова угасала без внимания, а рядом зачастую не было никого, кто мог его дать. Влюбленные в кинодива мужчины быстро остывали, не в силах выдерживать особенности ее характера. Татьяну Самойлову убили душевная болезнь и одиночество. Она просто не смогла вынести всеобщего равнодушия и полного забвения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok